Встреча с президентом Азербайджана 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 международный маршрут также будет диверсификация на будущее и то что вы озвучили это уже показывает что те страны которые даже не были в трассе ки они проявляют интерес и отправляют свои грузы через этот маршрут можно добавить еще через восемь дней значит только что упомянули связь значит грузии грузинскими портами и болгарским портом варна но 27 числа также открывается маршрут пути констант компания не 60 shipping line они будут также по этому маршруту перевозить что тоже увеличивает интерес нашего маршрута и азербайджанская сторона тоже заявила что азербайджан будет увеличивать свое присутствие в черноморском бассейне известно что вот сэс алят первые работы были проделаны в церемонии принимал участие президент азербайджана и в основном сэс алят порт алят их деятельности инфраструктуру можно связывать именно с развитием коридора восток-запад как это будет какое преимущество это будет для данного маршрута для маршрута трассики для направления восток запад так как алят и азербайджан находится на стыке европы и азии открытый свободная экономическая зона дает дополнительные возможности производить и как мы знаем чем короче плечо транспортная тем эффективные перевозки в том или ином направлении так что увеличивается значение как азербайджана так и значение полта алят и экономической зоны и действительно координация работа и синхронизация между портами и железными дорогами в азербайджане тоже сейчас набирает обороты и крайне важная тема поскольку транспорт и логистика сейчас на повестке дня ну что ж господин агармезов спасибо за то что подключились я напомню что мы обсуждали тему трассики и маршрута которых дошел и занял всего лишь 16 дней маршрут был литва польша словакия венгрия румыния болгария черное море грузия азербайджан каспий казахстан продолжаем выпуск говорить будем сейчас о темах о встрече президента азербайджана с представителем опек и в ряде других экономических тем на повестке дня подключается к нам господин мирфарадж абазов господин абазов у нас слышите здравствуйте здравствуйте да как я уже отметил состоялась встреча насколько решение принимаемые нефтяным картелем опек их текущая политика пусть сокращению нефтедобычи устраивает азербайджан ну надо понимать что азербайджан тоже является составной частью плюс несмотря на свои скромные возможности по добыче азербайджан все равно вносит свою лепку безусловно сокращение добычи является нечто важное и интересное для азербайджана потому что сокращение приведет к увеличению цены чем выше нефть чем дороже ее продажную стоимость тем больше дивидендов получает азербайджан поэтому в принципе все что происходит находится в формате интересов азербайджан другое тема из мира энергетики она связана с запроводом бруа в частности турецкий холдинг кальон инсаат в течение двух лет завершить строительство газопровода в румынии для поставки газа шельфового месторождения нептун дипа и запасы его оцениваются в 200 миллиардов кубометров о чем сообщает газета dunya турецкая компания выиграла тендер и 16 июня подписала соглашение с трансгаз румынской компанией и стоимость газовой ветки протяженностью 308 километров составит 530 миллионов евро протянется от побережья черного моря до населенного пункта подешев в 20 километрах к западу от бухареста и расчетная мощность составит 12 миллиардов кубометров в год известно что вот югк это один из источников для энергетики для балканских стран венгрии австрии и по газопроводу греция болгария подключившись к вертикальному коридору который будет соединять румынию и болгарию можно поставлять азербайджанский газ транспортировать и вот по этой ветке бруа почему заинтересованность и баку в этом проекте достаточно большая строительством будет заниматься турецкая компания почему они сейчас говорят лишь об одном участке строительства черного моря до бухареста потому что там и дальше есть направление когда ветка протягивается от бухареста наверх в сторону венгрии здесь прежде всего надо сказать что корион и чат это серьезные ребята то есть они строили метро не в одном турецком городе они имеют отношение к строительству нового самого большого европейского аэропорта там более у них огромный экспириенс по строительству в области трубопроводов свай и курение прокладки трубопроводов и станции метро и туннелей то есть это действительно серьезные ребята которые работают на уровне поэтому в принципе ничего в этом удивительного нету касательно того кто это за идея подключения азербайджанского газа или каспийского газа на самом деле да месторождение порядка двухсот миллиардов кубометров то есть это ряд месторождений речь идет не только про месторождение нефтун там несколько месторождений и суммарно они дают приблизительно около 200 миллиардов но здесь важно понимать что на самом деле в мировом объеме 200 миллиардов это ничто европа потребляет более 500 миллиардов в год поэтому понятно что в принципе азербайджан рассчитывает подключиться значит к этому газопроводу и поставлять газ чей это газ будет будет ли это сугубо российский или это будет объединенный каспийский газ скажем туркменский казахский азербайджанский или все же туда потечет может быть и российский газ через третье страны это вопрос времени поэтому я думаю что вот эта осторожность европейская она связана в том числе с этим потому что в принципе европа стремится отказаться от российского газа россия добывает ни много ни мало почти 700 миллиардов кубометров огромные огромные запасы газа и поставлять его сейчас по сути никуда поэтому россия будет альтернативно искать варианты поставки обход своего газа россия попытается смешать этот газ с другим каспийским и передать его через турцию в европу наверное виду этого европейский союз союз осторожнее но я думаю что это прекрасные новости потому что минимум азербайджанский газ потечет туда с 80 90 процентов с 80 90 процентов точности потечет туда азербайджанский газ оптимальное отношение видим да все равно и исходящее от этих стран в частности президент румынии господин ионес ионис клаус говорил о том что югкал выполняет роль подушки безопасности для балканских стран для австрии и венгрии и ряда других стран и помимо этого сейчас вышла новость о том что азербайджан январе-апрель увеличила экспорт газа в болгарию почти в полтора раза что и вот демонстрирует это развитие этих двусторонних отношений статистическом плане и здесь за январь-апрель составил экспорт 6 миллиардов 513 миллионов 694 тысячи кубометров и выручка от экспорта из азербайджана составила 5 миллиардов 418 миллионов долларов и так продолжим выпуск недавно южная корея говорила о том что необходимо чтобы другие страны тоже подключились к развитию производства полупроводников это новость осталось незаметных и но тем не менее видим как американской компанией intel активно подхватила эту идею и воплощает ее и строится завод в израиле польши и германии в израиле планируется вкладывать в этот проект вкладываться вплоть до 2035 года какие плюсы от этого для принимающих стран здесь важно понимать что бизнес всегда стремится хеджировать риски том числе и политические ограждение рисков в данном случае представляется наиболее оптимальным вариантом потому что самые большие добытчики значит кремния германия именно кремния германии являются основными элементами производства полупроводников это китай и россия китай добывает там чуть ли не теперь с половиной миллиона тонн при этом россия добывает там в разы меньше 700 тысяч следующий в этой таблице идут американцы которые добывают 10 процентов даже там 8 процентов от того что добивают китайцы поэтому и американцы intel и корейцы производители полупроводников компания samsung они все понимают что в принципе большие проблемы с ресурсной базы сырьевой базы то есть виду последних политических событий доступ к полупроводникам ресурсов россии и китая будут ограничены поэтому остается альтернативный вариант альтернативный вариант это индия там нет африка поэтому в принципе будут выноситься все больше и больше производства за пределом кореи за пределы японии за пределы америки ближе к сырьевым источникам ближе к американским базам а такой самый надежный партнер америки плюс обладающий еще высокой качестве инфраструктуры интеллектуальной основой это израиль поэтому принципе логично размещение там производства плюс логистический логистический хаб то есть удобно возить как из индии так и с африки сырье поэтому в принципе то есть у идеи кажется абсолютно нормально логично размещать производства в европе и в израиле может какой-то арабской стратегии в Индии вот поэтому здесь все нормально касательно того какие выводы получают снимающие стороны прежде всего высокие технологии это большие налоги это инвестиции в инфраструктуру это рабочие места ну и конечно причастность высоким технологиям возможность получать первыми высокий полупроводники это наше все господин аббасов я вас услышала спасибо за ваши подробные ответы напомню на связи с нами был мир фарадж аббасов обсуждали мы актуальные темы сегодняшнего дня итак приступим азербайджан вносит большой вклад в сотрудничество со странами опек плюс с первого дня работы этого формата об этом было сказано на встрече президентов азербайджана эльхам алиева с генеральным секретарем организации стран экспортеров нефти после обмена мнениями и приветствиями было отмечено успешное сотрудничество между азербайджаном и странами опек плюс генеральный секретар подчеркнул что под руководством президента эльхам алиева республика вносит большой вклад в это сотрудничество с первого дня работы формата опек плюс также была затронута текущая роль этого формата на мировом рынке нефти особо отмечено что стабильность на этом рынке по сей день достигалась именно в результате деятельности опек плюс в ходе беседы были обсуждены вопросы в сфере ископаемого топлива отмечена важность инвестиций в эту сферу и в будущем на фоне возросшего спроса на энергию в результате роста мировой экономики отмечено что сокращение в последнее время инвестиции в эту отрасль вызывает определенную озабоченность на встрече кроме того была подчеркнута важная роль традиционного топлива наряду с достижениями в области зеленой энергетики было заявлено что внедрение новых технологий имеет особое значение с точки зрения снижения ущерба окружающей среде в сфере традиционных энергии в ходе беседы президента эльхама алиева и генсека опек состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества превентивные меры для стабилизации рынка нефти обсудили в баку министр энергетики азербайджана первиз шахбазов и генеральный секретарь организации стран экспортеров нефти хайсам альгайс на встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества между опек и азербайджаном в рамках декларации о сотрудничестве участие республики в регулировании мирового рынка нефти а также текущей ситуации тенденции развития связаны с динамикой спроса и предложения говоря о роли президента эльхама алиева в продвижении реализации инициативы формата плюс генеральный секретарь отметил что взгляды президента на энергобезопасность развитие нефтегазовой отрасли инвестиции открывают новые возможности для совместной деятельности азербайджана и опек и целью сотрудничества является обеспечение мира энергии необходимой для экономического развития это возможно при использовании всех видов энергии что и развитие нефтегазового сектора с сокращением выбросов углерода имеет важное значение для стабильных энергобезопасности связи с этим необходимо более широкое сотрудничество с участием азербайджана опек других стран и организаций для развития усилий по стабилизации нефтяного рынка центр автолизинг азербайджан это не первых и не последний проект который азербайджан реализует совместно с татарстаном об этом заявил министр экономики амикел джабаров в ходе своего выступления на татарском национальном празднике сабанту хио в баку на днях президент азербайджан иль хамалиев и находящийся с визитом в баку-ра из татарстана рустам мениханов приняли участие в открытии автолизинг азербайджан это совместное российско-азербайджанское предприятие создал центр технического сервиса на территории промпарка экономическая зона долины арас центр будет служить базой для сервиса грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники здесь все будет вестись профессиональное обслуживание около полутора тысяч автомобилей используемых на освобожденных от оккупации территориях транзитных машин занятых на перевозке грузов а также другой техники инвестиции строительстве предприятия составляет около 10 миллионов монатов из которых уже вложены почти девять с половиной миллионов монатов и запуск этого предприятия будет способствовать росту занятости населения в регионе соответствующего автолизинг центра совместный проект это не первый и не последний проект который мы делаем совместно у нас совместная работа тоже очень глубокая история взаимоотношений и дружба которую мы ценим это конечно знаменует собой и совместную работу азербайджанских геологов нефтяников и их коллег из татарстана и сегодня это тоже уже отмечалось я неоднократно посещая республику татарстан имел возможность воочию видеть тот успех социально-экономического развития вашей республики то что сегодня татарстан по целому ряду социально-экономических показателей является лидером среди субъектов федерации российской федерации тоже является наглядным отражением с одной стороны той политики которая проводится с другой того богатого потенциала творческого который есть в татарстане пакистанские экспортеры заинтересованы в азербайджанском рынке об этом как сообщает официальный телеграм-канал министерства экономики азербайджана заявил директор европе на сенчеры институт и фанна пакистанских эксперт шахбас шахзат атака лви экономист указал что на фоне огромного дефицита торгового баланса пакистан стремится диверсифицировать направление экспорта среди товаров в которых страна могла бы поставлять в азербайджан продукции агросектора и кожевенной промышленности спортивные товары и хирургические инструменты также пакистан стремится диверсифицировать источники прямых иностранных инвестиций в то же время инвесторы из этой страны готовы развивать сотрудничество с азербайджаном поскольку пакистан находится в процессе привлечения средств сферу альтернативных источников энергии это может стать стимулом для взаимовыгодного сотрудничества с азербайджаном в первом квартале этого года в азербайджане вырос спрос на потребительские и ипотечные кредиты к такому выводу пришел центральный банк азербайджана по результатам опроса деятельности по кредитованию исследование включает в себя оценку факторов спроса и предложения на коммерческое потребительское и ипотечное кредитование в том числе выявление оценку банковских рисков основными факторами роста спроса стали ожидания рынка недвижимости процентной ставки а также цифровизация в первом квартале наблюдался рост уровня заимствования населения о чем сообщили 54 процента банков кроме того продолжилось смягчение кредитной политики в то же время качество гарантий и заемщиков их реализации а также другие факторы риска для крупных кредиторов привели к ужесточению требований для бизнес кредитов в то же время наблюдался замедление темпов смягчения нормативов по жилищным судам выдаваемым за счет средств ипотечного и кредитного гарантийного фонда и собственных ресурсов банка основными факторами ужесточающими условия предоставления бизнес кредитов стали маржа и ограничительные критерии применяемые к высокорисковым кредитам в последнем квартале банки сократили смягчение краткосрочных и кредитных условий в национальной валюте по бизнес кредитам в том числе ужесточили условия валютных суд банки ожидают что тенденция смягчения кредитных нормативов для бизнес и потребительских портфелей сохранится во втором квартале текущего года наблюдалось и замедление роста спроса на бизнес кредиты и потребительские суды в первом квартале текущего года смягчились условия выдачи кредитов субъекта малого и среднего бизнеса кроме того снизился кредитный риск в сельском хозяйстве промышленности транспорте а также непроизводственной сфере сфере услуг торговли и строительства однако согласно опросу замедлилась динамика снижения совокупных кредитных рисков для субъектов предпринимательства с разблокировкой из ангизурского коридора увеличится пропускная способность железнодорожных и автомобильного транспорта среднего коридора по словам министра транспорта инфраструктуры турции абдулкадира ураглогло это положительно повлияет на рост торговли между востоком и западом из пекина в лондон как говорится на официальном сайте ведомства министр отметил что за ангизурский коридор предоставит новые возможности для развития экономического сотрудничества на южном кавказе с повышением эффективности среднего коридора и реализации проектов совместно с азербайджаном на каспии как транспортных так и энергетических сотрудничестве с также с россией повысится стратегическое положение турции в регионе абдулла кадир уралогло ожидает что за счет новых инициатив укрепиться экономика турецких провинций и граничащих с кавказом и увеличится занятость логистическом секторе строительство части линии до границы с арменией продолжается будет построена новая 166 километровая железная дорога от города диза до ордубатской области нахчевана между азербайджаном и россией будут проведены переговоры по строительству 43 километрового участка армянской части линии которая пройдет через ангизурский район параллельно железнодорожные линии будет сдана и автомобильная магистраль зангизурский коридор позитивно отразиться на региональной торговли считает министр транспортной инфраструктуры и это объясняется тем что он имеет социально-экономические геополитические геостратегические особенности соединяет центральную азию каспийский регион азербайджан и армению с турцией а также расширяя железнодорожную сеть между россией и азербайджаном турцией и арменией а был кадр уралову отметил что проекта железной дороги карс нахчеван обеспечит новое транспортное сообщение между турцией и азербайджаном 158 километровая линия от ордубада до станции вели даг на севере нахчевана будет капитально отремонтирована кроме того линия будет продлена на 14 километров от вели дага до границы с арменией таким образом можно будет получить доступ коридору соединившись с нахчеваном через карс де луджу в качестве альтернативы структуре которая соединяется с грузией через баку тбилиси карс ну на этом наш выпуск подошел к концу оставайтесь с нами и следите за новостями всего доброго а